Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я очень рада вас видеть. Начинаем с вами новое видео. И сегодня видео будет посвящено заготовкам еды впрок, как облегчить жизнь хозяйки. Это очень запрашиваемая тема. Я не могла прийти ее мимо и, конечно же, я сняла такое видео. У меня заготовок получилось на 2 недели, но на 10 дней нам точно должно хватить. Я думаю, даже хватит на 2 недели и больше. Сразу же хочу сказать, это ни в коем случае не обучающее видео. Это, так сказать, мотивационное видео. Может туда промотивируется этим видео и также решит сделать заготовки впрок, чтобы облегчить себе жизнь в будущем. И как приятным бонусом, экономится не только время, но еще и бюджет. Так что давайте не будем долго затягивать и приступать уже к делу. Желаю вам приятного просмотра и давайте начинать. Заготовки я буду начинать с птицы. Это у меня 2 тушки курицы по 2 килограмма каждая. Почему начинаю именно с курицы? Потому что нужно готовить сегодня тоже на текущий день ужин и обед. Сейчас я разделываю курицу. Режется все очень просто. По суставам распределяю на 3 тазика. То, что в желтом тазике, это у меня получается на суп, на суповой набор. Здесь у меня хватит на 3 бульона, которые я заморожу. И на 1 бульон, который буду варить сегодня. В следующем тазике бедра, крылья, голени. На 2 блюда на запекание. В дальнейшем покажу, что я буду из этого готовить. И из куриного филе. Тоже будем готовить одну заготовку, которая пойдет на сегодня, на второе. И остальное филе я заморожу кубиками. Перед тем, как будем готовить заморозки впрок в морозильную камеру, нужно поставить в духовой шкаф. Готовится ужин и обед на текущий день. Режу филе куриное на тонкие кусочки. Будем отбивать его. И дальше готовить под шубой. Отбиваю все тоненько, но не на волокна. Обязательно застилаем пакетом или пищевой пленкой, чтобы нигде не брызгало. И потом не приходилось нам отмывать кухню после заготовок. Раскладываю куриное филе в форму для запекания. Буду сверху добавлять кружочки томата. Если у вас есть свежий томат, добавляйте свежий. Я буду добавлять замороженные колечки томата. Из специй буду добавлять соль, потом французские отравы и смесь для курицы. Все это у меня от фирмы Катани. Нужна одна луковица большая. Тоже ее нарезаем полукольцами и выкладываем поверх томата. Сверху немножко добавляем майонеза и сыр. Сыр у меня замороженный. И я буду это все перемешивать в тазике. Мне так нравится больше. Очень получается вкусно. Сыр запекается вместе с майонезом и с луком. Получается очень-очень так вкусно. Все, отправляем наш ужин в духовку. И теперь можно уже приступать к заготовке продуктов впрок. Взяла самую большую кастрюлю, которая у меня имеется дома. Это кастрюля на 5 литров. Выкладываю в кипящую воду куриный набор. И буду варить до готовности. Из этого у меня получится 1 суп на текущий день. И 3 бульона еще я заморожу на потом. Приступаю к заготовкам впрок из курицы. Режу оставшееся куриное филе на небольшие кубики. Распределяю по 2 пакетам. Из одного куриного филе я буду делать теплый салат. И из другого пакета я приготовлю шаурму. Раскладываю все по пакетикам. Делаю вот такие тонкие пластиночки. И у меня есть вакуумный упаковщик, вакууматор. И буду запаивать пакетики этим вакууматором. Так будет очень герметично. Не попадет никакой запах. Вакууматор этот очень простой. Из Алиэкспресса. Алиэкспресса я его заказывала. Очень мне нравится. И можно использовать не обязательно пакеты для вакуумного упаковщика. Обычный пакет из Фикс Прайс. Конечно воздух он не уберет, не откачает. Но запаять можно замечательно. Очень герметично. Дальше приступаю к заготовкам оставшихся частей курицы. Это бедра, крылья и голени. Распределяю на 2 ужина. Один пакет я беру сразу же рукав для запекания. Туда выкладываю часть курицы. А второй беру просто. В рукав для запекания выкладываю любимые приправы. Это у меня карри. Я ее просто обожаю. Смесь для курицы от Катани. Соль. Перец молотый. И также добавлю капельку растительного масла. Можно заменить на любителя майонеза. Делаю вот такой как бы массаж курицы. Все тщательно перемешиваю. И буду в таком формате замораживать. А потом сразу же не размораживая достаю вот такой рукав уже с замаринованной курицей. И сразу же приготавливаю его в духовом шкафу. Оставшуюся курицу замораживаю в пакете для заморозки. И запаиваю все вакууматором. Начистила я овощи, свекла, картофель с морковкой. Здесь тоже свекла, морковь и лук. Лук с морковью и со свеклой будут сейчас пойдут у меня на обжарку. Буду делать обжарку сразу и замораживать. И также эту обжарку сейчас буду добавлять в суп, который сейчас я готовлю. И очень классно потом, когда уже приготовлена обжарка, просто вы ее достаете из морозилки, добавляете в бульон. И практически суп там у вас готов. Подождать пока сварится картошка. И капусту я тоже буду шинковать сразу же и замораживать, чтобы потом и не тратить на это времени. Нарезала еще, точнее начистила морковь, картофель и свеклу. Из этого я сейчас буду ставить на пару и буду готовить в ближайшие пару дней винегрет. Очень здорово, потому что эти овощи отваренные на пару хорошо хранятся. То есть в ближайшие 3 дня можно на ужин спланировать, будет такой салат как винегрет и приготовить. Не нужно будет потом тратить на это времени, чистить и варить. И также свеклу я люблю отваренную использовать как с омлетом, просто яичко пожарить на завтрак, просто яйцо пожарить куриное на завтрак и порезать ломтиками. Вареную свеклу люблю и детки очень ее любят. И также можно сделать еще один салат из свеклы из вареной. Это просто ее натереть на терке с чесночком и добавить еще сметану или майонез. Следующим шагом буду что делать? Замораживать овощи. Для этого буду нарезать лук полукольцами, обжаривать его с морковью. Это очень вообще классная заготовка, экономит кучу времени в будущем. Попробуйте приготовить так хотя бы один раз. И я думаю, что вы будете так делать постоянно. Если не понравится, то не будете делать. Но поверьте, это очень экономит время. Пропускаю через овощерезку морковку на шинковке и добавляю обжариваться к луку в сковороду. Буду замораживать также все уже остывшее и запаивать вакууматором. Обязательно нужно запаивать или вакууматором, или укладывать в зип-пакеты, чтобы не вытекло сок или масло из пакета и не запачкало морозильную камеру. Или можно замораживать в контейнерах. То же самое я делаю со свеклой. Пропускаю через овощерезку. Эта заготовка подойдет для борща. Не надо потом будет лишний раз доставать овощерезку и шинковать на борщ. Вот таким образом распределяю порционно уже потушенный лук с морковкой. Одну порцию оставляю и добавляю туда кубики томата замороженные из морозилки. И эта у меня заготовка подойдет на борщ. Свеклу я обжариваю сразу же с уксусом и с сахаром. Когда остынет, замораживаю, укладываю также в пакеты, запаиваю вакууматором. Очень люблю замораживать капусту. Шинкую сразу же качан. Если покупаю два, сразу же два качана шинкую. Классно для тушения в мультиварке, для жарки на сковороде. Идеальная заготовка для приготовления супа. Не нужно лишний раз пачкать столешницу, потому что когда шинкуешь капусту, всегда какая-то грязь происходит. Час откладываю в тазик. Эта капуста нам понадобится в будущем для заготовки ленивых голубцов. А остальную капусту буду порционно раскладывать по пакетам и замораживать ее для приготовления супа. Все овощные заготовки у нас практически уже позади. Сейчас буду заниматься приготовлением фарша. У меня это индейка, грудка индейки и окорок свинины. Индейки у меня полтора килограмма, а свинины два с половиной килограмма. Нарезаю все на кубики и буду проворачивать через мясорубку. Филе индейки пропускаю через маленькую насадку, потому что она хорошо справляется с этой задачей. А вот со свининой, конечно, мне пришлось потрудиться. У меня очень старенькая мясорубка фирмы Аксион, и она плохо берет такое мясо, которое уже пожирнее. И мне пришлось насадку поменять на крупную. Но я пропустила дважды, и получился фарш такой однородный и хороший. Соединяю фарш, тщательно все перемешиваю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, делаете ли вы заготовки впрок, или планируете ли вы меню, или готовите каждый день. Мне очень интересно почитать. И если это видео окажется актуальным, полезным, будет хороший оклик в комментариях, в лайках, я обязательно буду вести эту рубрику и не буду ее забрасывать. Тем временем уже приготовился бульон, остыл, и я его укладываю в контейнеры, в которые буду замораживать. Распределила весь фарш. Здесь будут ленивые голубцы. Положила я фарша полкилограмма. Здесь полтора килограмма. Из килограмма буду делать котлеты классические. И из полкилограмма буду делать котлеты, которые будем запекать в духовке под шубой. В двух пакетиках буду замораживать просто фарш. Допустим, можно будет приготовить макароны по-флотски или какое-нибудь еще быстрое, прибыстое блюдо. И здесь полкилограмма тоже фарша. Буду делать из этого фрикадельки. Первой заготовкой из фарша будут ленивые голубцы. Капуста у меня нашинкована ранее. Добавляю сюда непосредственно сам фарш. И специи у меня. Это перец молотый, соль, одно яйцо. Добавляю рис. Рис у меня круглозерновой. Я его не варю. Но мне так нравится больше. И добавляю еще обжаренную лук с морковкой. Формирую сами голубцы. И выкладываю в такой вот алюминиевый противень. Сверху затягиваю пленкой и убираем замораживаться. Следующая заготовка это, конечно же, котлеты. Какая заготовка без котлет, обязательно они должны быть. Потому что, тем более мои, все очень-очень любят котлеты. Сюда я положила килограмм фарша свинина и индейка. На полкилограмма мяса я добавляю 100 грамм хлеба, одно яйцо, одну луковицу. Вы смотрите сами, по своему вкусу. Можно заменить, я знаю, и картофелем, и морковью, и манкой заменяют. На вкус и цвет, кто как любит. Мы любим классические с хлебом. Забавляю свои любимые приправы. Это приправа к фаршу, соль, перец. И будем тщательно все перемешивать, формировать котлеты. Все, котлетки я сформировала, обваливаю их в панировочных сухарях и перекладываю на доску, застеленную пищевой пленкой. И будем отправлять замораживаться их. Когда заморозятся, я буду перекладывать их порционно по пакетам для заморозки и также запаивать вакууматором. Для следующей заготовки из фарша мне понадобятся шампиньоны. У меня их 600 грамм. И я их сразу нарезаю, не только на это блюдо, но и сразу же впрок, чтобы заморозить. Потом порционно разложу в пакеты для заморозки и отправлю замораживаться. Нарезаю вот такими крупными дольками. Не разрезаю пополам, а сразу же вот такими крупными шляпками, чтобы они были. В фарш добавляю молотый перец, соль, чеснок сушеный. Все тщательно перемешиваю. Формирую котлетки, отбиваю фарш и буду распределять в алюминиевую форму для запекания. Такими тоненькими и крупненькими котлетками, как бы их придавливая. Сверху на котлетки укладываю томат. У меня замороженные кольца томата. Если у вас свежие, добавляйте свежие. Выкладываем ранее порезанные шампиньоны. Я их не обжариваю. Можно также их обжарить, будет тоже вкусно. Добавляю французские отравы. Это у меня мельница от Катани. Сбрызгиваю все майонезом. И последний штрих, то, что нам нужно для этого блюда, это, конечно же, сыр. У меня 2 упаковки сыра по 240 грамм. Я его натираю сразу же весь на терке. Часть я буду использовать для приготовления этого блюда. А остальную часть я буду замораживать в контейнере. Обожаю замороженный сыр. Он никак не портится, не теряет консистенцию после разморозки. И отлично подходит для приготовления блюда в будущем. Даже можно использовать для приготовления салатов. Отлично себя ведет после разморозки. Добавляю. 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 Продолжение следует... 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 Обожаю вот так вот делать на запас. Во-первых, она не портится, место мало занимает в холодильнике. Не надо лишний раз шинковать ее и пачкать, допустим, или шинковку, да и даже рабочую поверхность. Здесь у меня три пакетика с шампиньонами нарезаны. Для приготовления каких-то омлетов можно пожарить с рисом, потушить и так далее. Сразу же готова заготовка для борща. Уже все обжарено, заправлено с уксусом и сахаром. То есть остается только положить нам непосредственно в кастрюлю. Также обжарка для борща идет вот эта. Это лук обжарено с морковью и с томатными кубиками. Томат, который я проворачивала через блендер и замораживала в контейнерах силиконовых для приготовления кексов. То есть тоже уже все готово, ничего готовить не надо. Здесь несколько зажарок, три зажарки для обычного супа, для горохового, для щи и так далее. Затем натерла на терке сыр, вроде бы такая мелочь, но тоже очень экономит время, когда один раз натер, заморозил и потом только достаешь на бутерброды. Можно даже расплавленный сыр на горячее запекать в духовке, готовить на макароны, на пиццу и так далее. На вторые блюда приготовить также. Здесь у меня заморожено три куриных бульона. Один куриный бульон без мяса, на нем я буду отваривать рис. Очень люблю отваривать рис на курином бульоне, получается невероятно вкусно. Затем два куриных бульона, это пойдет уже с мясом заморожено, на приготовление супов. То есть можно приготовить будет два супа. Двигаемся дальше, две заготовки фарша, это фарш свинина плюс филе индейки, затем котлеты. Здесь у меня получаются котлеты тоже мясные, из индейки, из филе индейки и из окорока свинины. Здесь тоже самое, опять котлеток на тарелке. Четыре котлетки это рыбные из филе трески. И здесь на доске тоже рыбные котлеты из филе трески. Здесь у меня заморожен фарш под шубой, это шампиньоны, затем колечки помидор, сверху сыр и майонез. Здесь ежики ленивые, просто достал, залил сверху заливкой и поставил сразу же, готовится в духовой шкаф. Здесь на два супа фрикаделек уже накручено. Затем порционно разложено куриное филе от двух куриц, которые я разрезала. Здесь у меня на шаурму приготовить, здесь на теплый салат, тоже поджарить на сковороде и положить в салат. Буду готовить, покажу рецепт. Затем куриные бедра, ноги, это у меня готовится с томатной пастой в казане, точнее не в казане, а в сотейнике. Здесь крылья, куриные ножки будем запекать в духовом шкафу, просто сразу же уже в пакете для запекания, замариновано все. Только остается положить нам в духовой шкаф. Здесь на раз пожарить сырников, а одну порцию я готовила, мы уже съели. Овощи отваренные на винегрет, или просто свеклу потереть с чесноком и с майонезом, или со сметаной. Или просто я люблю ломтики вареной свеклы нарезать с омлетом, или с яйцом вареным. Здесь отварено у меня было 12 яиц на пару дней. Тоже вроде бы такая мелочь, а экономить значительно время, не нужно лишний раз думать о том, что нужно отварить вареное яйцо. Было 12 штук, осталось 5, а так всегда варю на несколько дней заранее. Так что вот такие у меня заготовки получились, надеюсь вам понравились идеи. Жду от вас комментариев, обратной связи. Если будет хорошая обратная связь, по лайкам, по комментариям, я увижу, что нужен такой формат видео, то обязательно буду готовить, стараться раз в 10 дней примерно выпускать такие видео. Потому что я посчитала, на 10 дней точно нам этого хватит. Давайте вместе пробежимся. 2 фарша это 2 дня, котлеты рыбные 2 дня, это уже 4 дня мясные, котлеты 6 дней получается. На 2 порции 7-8, затем у нас 9 и 10. Плюс еще шаурма, мы ее готовим обычно на ужин, это уже даже 11 прием пищи получается. Дополнение еще салат мясной. Я думаю, что даже тут не на 10 дней, а на 12 нам на ужин и хватит. Салатом и с гарниром кушать. Так что, спасибо всем огромное, что посмотрели это видео до конца. Желаю вам крепкого здоровья, подписывайтесь на мой канал, для меня это очень важно. Ставьте пальчики вверх. И мы уже увидимся с вами скоро. Всем пока-пока.